Так, Евгений меня спрашивает, где взять энергию для достижения результата? У меня оно копится к тому моменту, когда сроки уже горят, вот тогда можно и приступать. Ну, Евгений, я здесь вот про что бы вам хотел сказать. Я вкратце сказал в основной части, что надо понимать. Когда мы находимся в ситуации бесконечного такого цифрового потребления, наш мозг, нам кажется, что вы отдыхаете, потупить, посмотреть сериалы, посмотреть посты в социальных сетях и так далее, новости какие-то почитать. Это все на самом деле не позволяет нашей энергии аккумулироваться для работы. И дальше начинает внешние обстоятельства. Я рассказывал, отрезать ногу, прижечь ухо. Действительно, внешние обстоятельства могут заставить вас действовать. Вот. И дальше что получается? У вас есть вредная привычка, которая, значит, привычка растрачивать психическую энергию вместо того, чтобы ее аккумулировать. А с другой стороны, когда внешние факторы воздействуют, вы способны это сделать. То есть вы можете это сделать. И, соответственно, сейчас задача состоит в том, чтобы сформировать у себя привычку, которая позволяет вам аккумулировать внутреннюю энергию и не растрачиваться на информационное потребление избыточное, вот эту цифровую зависимость. И какие-то другие факторы, которые отвлекают вас и не позволяют вам это делать в размеренном темпе, что было бы куда лучше, потому что и качество работы обязательно улучшится, и, соответственно, результативность ваша улучшится. Если это все улучшится, то вы будете прогрессировать и в своей профессии, и в карьерном росте, и в интересности работы, которую вам будут предлагать, если у вас будут более широкие, более интересные компетенции. Ксения меня спрашивает. А если с мотивацией проблем нет? Работаю много и эффективно. Знаю, чего хочу в профессии. Но есть еще очень много задач, которые также хочется решать. Выучить английский, пройти курс КТ. Это хорошая идея. Обучиться в колледже и прочее. Понимаю, что одновременно все это делать невозможно, но очень хочется. Ощущение, что самомотивации слишком много. Так ли это? Как притормозить и научиться отдыхать? Ну, я вам так скажу. Не торопитесь отдыхать. Молодость. Ксения, я думаю, что еще достаточно молодой человек. По крайней мере, сейчас молодость до 40 лет. До 30 лет точно мы находимся вот в таком подъеме, при котором мы формируем заделы на всю следующую жизнь. Есть люди, которые в этом возрасте этих заделов не формируют, но это просто говорит о том, что им потом будет сложнее в этой жизни адаптироваться и так далее. Если вы молоды, если вы чувствуете в себе силы, если у вас есть желание, если у вас есть мотивация, если у вас получается все это совмещать, то я бы не рекомендовал вам искать отдыха. Вы еще успеете отдыхаться. Пока есть эта жизненная энергия, инвестируйте в себя, инвестируйте в свою жизнь. Боритесь за свое будущее, которое зависит от вас и от того, какой задел вы сформируете в молодом возрасте, если вы молодой человек. Если какие-то активности идут просто по времени, как-то неправильно, определитесь с приоритетами, определитесь больше, изучайте вопрос, насколько те навыки, которые вы получаете, вы сейчас можете применить к жизни. Вот, допустим, если вы решили просто учить английский язык, думая, что он вам когда-нибудь пригодится, то, скорее всего, качество, вы будете не так эффективно учиться этому делу, чем если бы вы знали, что вот вы сейчас делаете, а через полгода у вас начинается какая-то стажировка, например, в другой стране, где английский язык вам потребуется. Вот, поэтому пытайтесь приладить вот это обучение, какие-то свои занятия к актуальным жизненным событиям, потому что чем это будет, так сказать, ближе к жизни, к реальности и так далее, а не просто в желании хочу знать пять языков, тем ваш мозг будет более податлив к тому, чтобы освоить этот материал. Но то, что касается красной таблетки и знания мозги, я вас уверяю, вы, безусловно, сможете эти знания использовать прямо здесь, сейчас, и как раз наш онлайн-курс таким образом построен, что вы изучаете теоретическую часть, тут же получаете домашние задания, тут же вы их реализуете, они все несложные, и получаете обратную связь, общаетесь от кураторов, общаетесь со своими товарищами, кто это проходит, и получаете поддержку, помощь, и чувствуете себя уверенно, потому что с каждым занятием, с каждым упражнением вы узнаете о себе и о своем мозге что-то, что позволяет вам быть более эффективными, более успешными, более счастливыми людьми.